Виктория пришла в больницу, чтобы предоставить свои данные для реестра. Она решила, что когда создадут единую электронную систему, медицинская помощь будет качественней. Да, я сдала, меня это устраивает, потому что езжу по командировкам, но мало ли что может случиться в других городах. И сказали, что вся моя информационная карта будет по Украине. А вот Яна с подачей данных не спешит. Предоставлять личную информацию боится. Я еще не подписала эти документы, потому что очень много сейчас всяких взломов в электронных сетях происходит. И просто мне не нравится, что мои данные, личные данные будут в какой-то сети находиться. И кто будет пользователем этими данными, непонятно. Таких, как Яна, пока большинство, рассказывает Любовь Кармелицына. Она занимается составлением электронного реестра. Эта программа рассчитана для того, чтобы оказание максимальной качественной помощи больному было от рождения его и в течение всей его жизни. На каждом приеме и вызовах медики рассказывают пациентам о преимуществах электронного реестра и заверяют – давать о себе информацию абсолютно безопасно. Мы говорим, что все равно все, так как раньше, все данные были в журнале переписи населения, все равно эти все данные есть в больнице. И никакой опасности, что он даст свои паспортные данные, не существует. Подозревают лечебные учреждения в сборе персональных данных с какими-то корыстными целями. Разговоры о том, что нужен идентификационный код, еще какие-то дополнительные документы – это вымысел. На самом деле необходимы паспортные данные, то есть серия номера паспорта. Это делается для того, чтобы избежать дублирования людей в электронной базе данных. При отказе человека предоставлять свои полные данные в реестр вносится только место его рождения. Пока в Донецке зарегистрировали почти 383 тысячи человек. Это меньше половины всех пациентов.